На одном из полей у села Владимировка поселилась стая больших белых цапелей. Эти птицы занесены в Красную книгу Приднестровья. Как предполагают орнитологи, пернатые не улетели на юг, а решили перезимовать у нас из-за теплой зимы. Подробности в сюжете Юрия Чернявского. Вон, видите белые точки? Это птицы, которые остались на поле и не улетели на юг. Житель села Владимировка Олег Баша обратил внимание на необычных птиц еще осенью, когда ходил рыбачить на поливной водоем. А накануне вгляделся в горизонт местного рапсового поля и удивился. Птиц стало в несколько раз больше. Это предположительно белый аист или белый журавль. Олег Баша пасечник хорошо разбирается в пчелах и меде. В пернатых, собственно, как и мы, небольшой специалист. К тому же птицы бродят по полю достаточно далеко. И разобрать особенности и детали сложно. Ясно одно – птица белая и относительно большая. Точку ставит биолог Николай Романович, которому мы переслали фрагмент видео. Белые журавли точно у нас не воются. Белые журавли – это, собственно, не наш вид и не могут они у нас находиться. У нас может быть на пролете быть серый журавль. Но это также не эта птица. Это, получается, у нас белая цапля. Большая белая цапля, которая у нас на зимовке, бывает, останавливается. Пернатая колония. Примерно из 20 птиц – явление достаточно редкое для нынешнего времени года, говорит Николай. Но отнюдь не необычное. Вообще, большие белые цапли – перелетные птицы. Осенью они обычно улетают на зимовку на внутренние водоемы в Нидерландах, Германии и Франции. Но теплые зимы изменили поведение и инстинкты некоторых птиц. И они не тратят силы на дальние перелеты. Раньше у нас все виды цапель были исключительно перелетные. Ну, естественно, продолжительные теплые периоды, в которые не замерзают водоемы, в последнее время сейчас повторяются чаще. И цапли у нас могут, вполне себе комфортно, как бы чувствовать круглый год. И небольшая часть остается зимой в районах незамерзающих водоемах или вот так вот на полях, если они не покрыты снегом и если цапли могут находить себе какое-то пропитание. В основном меню этих птиц – рыба, лягушки и крупные насекомые. Именно это и смутило сельчанина. В рапсовом поле такой еды явно нет. Растительную пищу цапли не едят. Я как бы переживаю за этих птиц, которые в поле остались без водоема и без пищи. Думаете, могут замерзнуть или изголодать, да? Ну да, я думаю, может быть, устроить какие-то кормушки им или что-то такое, чтобы спасти они, красивая белая птица. Скорее всего, цапли облюбовали рапсовое поле, чтобы перекусить грызунами. Потом птицы слетают к гнестру или другому ближайшему водоему, а ночевать будут на деревьях. Как говорят орнитологи, если зимы и дальше будут теплыми, то ареал обитания цапель может заметно расшириться, и мы будем видеть их чаще. Юрий Чернявский, Игорь Мацота, ТСВ.